Вы всегда говорите иллюстрации, иллюстрации. До какого уровня чиновников снимать и отстранять? Иллюстрации будут происходить до тех пор, пока вы нас не остановите. То есть до тех пор, пока общество само не посчитает, что иллюстрировано достаточное количество людей. Основное условие, что иллюстрации должны начинаться сверху вниз, а не снизу вверх. Это принципиально, потому что когда они начинаются снизу вверх, я имею в виду, когда сначала помощников судей иллюстрируют, да, и только потом президентов, эта система обречена на катастрофу. Сверху вниз и настолько вниз, насколько позволит общество. Если общество не захочет иллюстрировать и скажет, мы не хотим только президента снять, а так чиновники нас устраивают. Если общество не захочет, этого не произойдет. То есть у меня миссия пропагандистская в данном случае. Я объясняю, что без иллюстрации ничего не получится. Но общество, конечно, должно сопротивляться политикам. И если я окажусь в положении иллюстрировать, конечно, общество должно будет сопротивляться мне. Потому что Михаил Светов не может построить гражданское общество. Гражданское общество может только быть воспитано. А если чиновники попытаются как-то договориться с гражданским обществом, чтобы оно их не иллюстрировало? Я буду считать, что это ошибка, но это ошибка, которую Михаил Светов не может предотвратить. Моя задача – это объяснять. Объяснять, как работает политика, объяснять, как работает рынок, объяснять, как работают стимулы, объяснять, почему, если вы не добьетесь иллюстраций, почему система себя воспроизведет. Я это делаю. Но, конечно, по итогу это решение будет в руках общества, потому что если общество этому будет сопротивляться, то этого не произойдет. Говоря об армии, это же тоже к вопросу о иллюстрациях. До какого уровня логично снимать людей без какой-то угрозы для стабильности в стране? А это разные вещи, это разные вещи. Есть стабильность, есть стремление провести реформы. И для стабильности, конечно, не нужно расшатывать лодку, нашу крысу тошнит. То есть тут все понятно. Вопрос – хотим мы реформы провести или не хотим реформы провести? Если не хотим, значит, иллюстрации не нужны. Если хотим, то без них ничего не получится в России. Просто в силу того, что весь правящий класс помазан круговой порукой. Сегодня все возмущаются, как так вышло, что в России силовики опять оказались во власти, воротят все, что хотят. Да так и вышло, что люди, которые были помазаны кровью, до сих пор помазаны кровью, они даже если бы захотели поучаствовать в реформах, этого бы сделать не смогли. Потому что у каждого из них друг на друга есть вот такая папочка компромата, которой они друг другу угрожают. Классическая бандитская ситуация. Вместе идем на дело для того, чтобы связать друг друга преступлением. Иллюстрации нужны для этого, чтобы этот гордив узел разрезать. Если мы хотим стабильности и не хотим реформ, то, конечно, здесь иллюстрации не нужны, здесь никаких резких движений делать не надо. Но это ошибка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!